Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Также он отметил, что в промышленный сектор региона в 2016 году было вложено свыше 12 миллиардов рублей инвестиций. На совещании обсуждали возможности кооперации региональных предприятий для расширения линеек производств. Особенно это актуально для предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые должны выпускать больше гражданской продукции или продукции двойного назначения, считают власти. Поиском возможностей для кооперации предприятий будет заниматься недавно созданный Совет главных конструкторов. Программа Экономика. Кировчане стали чаще брать кредиты. Регион вошел в пятерку лидеров по темпам выдачи потребительских кредитов в стране, сообщают бизнес-новости в Кирове со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй. За три месяца этого года рост выдачи кредитов составил 43% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Выше этот показатель только в Мурманской области, Пермском крае, Удмуртии и Самарской области. В целом по стране в первом квартале 2017 года количество выданных кредитов выросло на 27%. Сейчас более 3 миллионов 200 тысяч россиян обременены потребительскими кредитами. Экономика. На 101%. Жители региона приглашают обсудить бюджет. Правительство Кировской области проводит публичное слушание по отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год. Все желающие также могут направить свои предложения и замечания по годовому отчету до 4 мая в Министерство финансов региона или на его официальный сайт. Там же можно найти и сам отчет об исполнении бюджета прошлого года. Слушания состоятся 10 мая в 10 часов в здании правительства номер 1 по улице Карла Лепхнехта 69 в зале заседаний. Заявки на участие принимаются по телефону 20 84 26. А сейчас информация от наших партнеров. Успешный бизнес возможен только в условиях грамотно выстроенной работы бухгалтерии, органично слитой со структурой всего предприятия. Хотя бухгалтеров с образованием на рынке труда много, найти компетентного сотрудника непросто. Рассмотреть вариант аутсорсинга предлагает руководитель фирмы «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. На рынке бухгалтерских услуг наша компания зарекомендовала себя как достойный партнер. Команда профессионалов выполняет услуги любой сложности. Сотрудники компании «Бухгалтер и я» ориентируются на современное российское законодательство. К нам обращаются за отчетностью всех форм, анализом учета, комплексной постановкой и восстановлением учета, бухгалтерским сопровождением под ключ. Правильное, методически выверенное сопровождение бизнеса от «Бухгалтер и я» станет гарантией безопасности вашей организации. Подробное описание услуг фирмы «Бухгалтер и я» можно найти на сайте в интернете и по телефону 46-42-81. «Бухгалтер и я» – опыт профессионалов для вашего бизнеса. Эхономика на 101FM Доллар сегодня стоит 56 рублей 31 копейку, евро 61 рубль 51 копейку. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM Программа «Эхономика» на 101FM